Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, мне показалось, исходя из вашего сообщения, что вы как будто бы, знаете, своей ответственности вспомневаетесь. То есть, вот такое у меня ощущение возникло, да, что вы как будто бы, знаете, ну, как будто бы сомневаетесь сами вот в том, да, что делаете. Ну, условно говоря, как бы, ну вот, то есть вы что-то делаете, да, вы там, ну, совершаете какой-то выбор. Вот, и, в принципе, как мне кажется, это нормально совершать, ну, какой-то выбор, да, совершать какой-то выбор, делать какой-то выбор, мне кажется, это абсолютно нормально. Вот, и совсем, там, допустим, ну, понимать, к примеру, к чему это может привести, да, то есть, ну, потому что, там, объективно, например, вот, пока вы не проживёте, да, ну вот, до конца последствия своих выборов и своих действий. Ну, скорее всего, вы не будете знать, как вы поступили, вот, насколько адекватно и адекватно ли вы поступили, вы не будете знать, пока не проживёте, вот, значит, последствия своего выбора. И мне кажется, что, как будто бы ответственность за свой выбор вы брать не хотите, вы боитесь её. А ведь ситуация, как, ну, как мне кажется, следующее, что, да, может быть, то решение, которое вы принимаете, оно не идеально. Может быть, то решение, которое вы принимаете, оно делается, там, ну, грубо говоря, под гнебом. Условно, ваших проблем с весом. Но, мне кажется, что, ну, подобное можно применить, в принципе, к любому выбору. То есть, мне кажется, что, любого выбора касается, вот, такая характеристика, то есть, на любой выбор, в принципе, может оказывать, давление на любой выбор, может оказывать влияние те или иные мотивы. Вот. И ваш мотив, он, ну, как мне кажется, ничем не хуже, чем, ну, чем любой другой мог бы быть. Вот. А то лучше, потому что, ну, то, что вы делаете, да, например, мне в целом, ну, больше импонирует. Вот. В другой стране, ваше опасение по поводу того, что вы позволяете, ну, вот, своему лишнему весу вами управлять. Понятно? Вот. Ваше опасение. Вот. И я думаю, что, вот это же, это чувство, я бы интегрировал, бы это чувство, старался бы интегрировать это чувство. Не в сомнении выбора. Вы поработаете в этой сфере или, там, в любой другой сфере вы можете поработать. И, в принципе, если вы, допустим, увидите, если вы поймете, что вам это неинтересно, я думаю, что вы можете оттуда уйти. Вот. Пока, если вам пока это интересно, то это здорово, это замечательно, это супер. Ну, вот. Вопрос, мне кажется, немножко в другом. Вопрос в том, что сама тема с лишним весом, она не решится, она не исчезнет. Даже если вы похудеете сейчас. Вот. Потому что ваш лишний вес, он появился не из-за того, скорее всего, что вы не занимались массажем. Да, или что, что вы, там, не знаю, не знаю, там, ну, не помогали, там, другим людям. Например. Вот. А ваш лишний вес появился из-за определенных внутренних конфликтов, скорее всего. Вот. Кстати, определенные внутренние конфликты, они вами не идентифицированы. Вот. То есть вы не очень, ну, не очень понимаете, не очень замечаете их, эти свои конфликты внутренние. И вы можете убегать от них в работу. И дело здесь не в том, что ваша работа плоха. Совсем не в этом дело. Но работа может быть сколько угодно хорошей. И дело здесь в том, что это не полная реакция на ситуацию, которая с вами произошла. Ну, не полная реакция, но именно в силу того, что вы не видите конфликтов, ну, вот, ваших внутренних. Если вы не видите своих внутренних конфликтов, то, соответственно, возникают трудности. Вот. И там. Вы решаете проблему частично. Вот. И там. Вы решаете проблему частично. Вот. Вы решаете проблему частично. Очень хорошей и крутой идеей вам пойти на массаж. Думаю, что имеет смысл разобраться с вашей психологической жизнью вообще. Вот. Как вы ее проживаете. Вот. Как вы ее ощущаете. Как вы ее чувствуете. Вот. Как вы чувствуете себя, свою жизнь и так далее. Мне кажется, что для нас это было бы куда более продуктивнее, чем, например, сомневаться в вопросах своего выбора. Вот. Который, в принципе, повторюсь, может быть вполне хорошим. Итак. У меня такая ситуация. Большой лишний вес больше 100 кг. И проблема вытекающая от лишнего веса. Посмотрите. Первый вопрос, который вам надо себе задать. Да? Занимался ли я тем, чем я хочу заниматься, если бы не мой лишний вес. Да? Это первое. Вот на что вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Лишний вес, он у вас появился не случайно. Вот. В чем штука-штука. Ваш лишний вес появился вследствие определенных моментов. Вот. Как правило, появляется он в результате следующего. В результате хронического стресса. Хронический здесь в плане именно того, что постоянно. Вы постоянно стрессуете, заедаете, значит, стресс едой, и таким образом, значит, набираете вес. Вот. Это первое. Второе. Вы себя не принимаете. Ну, до конца вы себя полностью, полностью не принимаете. Вот. И в глубине души где-то считаете, что вообще-то вам вот с людьми, да, общаться, ну, вообще не очень хорошая идея. Вот. То есть, люди вообще-то, они не понимают, что какая-то вы не такая, да, что что-то с вами не так. Вот. Что-то вот вы как-то, ну, что-то как-то вы вот не отвечаете на этих требованиях, допустим. И, соответственно, момент здесь в том, что вы пытаетесь отгородить себя от людей, сказать, что какая-то страшная, что какая-то уродливая, что я какая-то вообще не приспособлен отложить, чтобы с вами люди не общались. Вот. Чтобы им было труднее с вами общаться. То есть, здесь страх контакта. Страх взаимодействия с людьми. Последний момент. Это связанное со потребностью в любви и безопасности. Потребность в любви проявляется в таком же передании, только отправиться на некоторое непринятие в себе. То есть, что-то в себе, ну, что-то в себе вы не принимаете. Это потребность в любви. Вот. А безопасность – это про личные границы. И посредством увеличения своего веса вы таким образом себя защищаете. Вопрос от чего, да, и, собственно, вот похудеете вы, а проблема останется. Вот. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, важно так вот несколько деликатно, несколько деликатно, отграничивать эти вещи. Вот. Вы как-то вот прям, знаете, напролом, да, идёте. То есть, а не влияет ли, там, как-то вот, мой лишний вес, там, на мой выбор, там, чем мне заниматься, чем мне заниматься. Ну, ну, вот, допустим, говорите вы. Вот. И, соответственно, если влияет, да, то всё. Развод детей в пол. Ну, это, мне кажется, позиция, она стыка. Рвущая, как и любая рвущая позиция, не может быть корректной. Вот. Поэтому, как бы, тут такой момент. Дальше. Несколько месяцев назад я принял отводное решение о своём направлении массажа. Ну, опять же, решение отводит хорошо, но, вот, мне кажется, важно не становиться каким-то заложником своего решения. Вот. То есть, важно, чтобы вы не становились не свободны от этого решения. Вот. Самое лучшее решение, это те решения, которые принимаются каждый день. Вот. Но это не те решения, которые, знаете, принимаются, понимаете, принимаются прямо вот мучительно, кажется. Те решения, которые принимаются искренне, принимаются, ну, скажем так, естественно, чувственно. Вот. И вы принимали решение заняться массажем, вероятно, из какого-то это тоже, ну, переживание своего. Вот. Вопрос, как мне кажется, вопрос в том, что это за переживание было, да, например, хочу, там, допустим, не знаю, вот похудеть, да. А зачем, для чего хочу похудеть, чтобы что, да, вот, как бы, здоровье, ну, чтобы решить проблемы свои, чтобы здоровье было, здоровье было, ну, как бы, да, получше. Хорошо. Получше здоровье – это супер, это прекрасно. Ну, вот. А зачем вам здоровье? Вот. Это не глупый вопрос. Вам здоровье для чего? Вам здоровье, чтобы что? Вот. Понимаете? То есть, по факту, ну, вы, если, ну, вот, не совсем, если не совсем отдаете, вот, себе отсчет, да, в том, зачем я вообще все это делаю, да, то, как бы, ну, получается, что просто распиляетесь, распиляетесь свои ресурсы, да, и ничего хорошего из этого не получается, в принципе. Вот. Поэтому, то есть вы решили заняться массажем – это хорошо, но вот важна некоторая такая вот, как мне кажется, субъективная история, да, то есть я решил заняться массажем для чего? Вот. Зачем я решил заняться массажем? Чтобы что я решил заняться массажем? Вот, чего я хочу вообще, это вообще там, ну, к примеру, вот этого самого массажа, что мне в нем важно, да, не в контексте веса, а в контексте вот, ну, если вы, вашим интересом. Вот. Дальше. Сейчас, соответственно, решая теорию, практикуя антенетеллюжный массаж на моделях, лишний вес начал уходить. Ну, опять же, опять же, это хорошо, безусловно, что лишний вес начал уходить, но вы увеличили нагрузку, вес ушел, да, вот. Нагрузку вы, допустим, ну, опять снимаете, да, нагрузку, допустим, то есть нагрузка опять, нагрузка снижается, да, и все, и вы снова набираете, как бы, вот. Вот. То есть, мне кажется, это вот, ну, позиция, она такая, вот, я бы сказал, немного странная эта позиция. То есть, как бы, постоянно извне, да, вот. Лишний вес воспринимается не как часть вашей личности, а как вот, знаете, как что-то инородное такое, это, ведь инородное, это ваше тело, это реакция вашего тела на какую-то проблему, вот. И такими действиями вы эту проблему, к сожалению, не решаете, вот. И вы не приближаетесь к решению этой проблемы. Совершенно. В данной профессии я готова задержаться, чтобы вам физическая нагрузка, внешняя мотивация хорошо выглядит. Опять же, что вы говорите, внешняя мотивация, да? Внешняя. То есть, вам самой, вот это, как бы, вообще надо, да? То есть, вот вы сами, вы сами, как бы, хотите выглядеть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это момент, как мне кажется. Поэтому здесь нужно как-то на это обратить внимание. Да, физическую нагрузку можно получать не только через массаж, не только через массаж, поэтому я бы вот на это обратил бы в первую очередь ваше внимание на мотивацию и на форму. Дальше. Далее хочу изучить материалы про пищеварение, диетологию, психологию и переедание, а так как убийств двух глаз. Ну, психология переедания – это не то, что, на мой взгляд, вы можете изучить, да, и всё сразу, вы знаете, для в том, что как вот, ну, как таковой психологии переедания. Нет, нет, есть психология. Есть равная психология, но как бы нарушение бищевого поведения – это как бы просто ряд проблем психологических определенных. Но это не какая-то отдельная направленность, а не направленность – это какие-то вещи, которые вы, не знаю, сможете там, сможете там, ну, как-то вот, в нём, например, разбираться, да, вот. Если есть суковые, ну, условно, на психолога не пойдёт. То есть вы, по моим ощущениям, да, пытаетесь просто уйти в какую-то вот активность очень мощную. Выглядит это как то, что вы пытаетесь сбежать с большим исчётом. Хорошо. Хорошая оплачиваемая работа, и изучение материалов для неё. И решение своих собственных проблем с лишним весом. Повторюсь. … Хорошая оплачиваемая работа, изучение материалов для неё – это супер. Решения проблемы с лишним весом – супер, но в этом нет вас, в этом нет вашего интереса. В этом нет вашей ценности. В смысле этот факт я выбираю свою деятельность ради решения проблемы, как будто личный ветер решает, кем не работать и чем заниматься. Я надеюсь смог обратить ваше внимание на аспекты, которые мне кажутся важными в том смысле, что я надеюсь у меня получилось это сделать. Здесь мне кажется вы в какой-то степени слишком, может быть буквально воспринимаете это, буквально восприятие не дает понимания, как мне кажется, не дает такого, знаете, полного понимания проблематики. Личный ветер не может ничего решать, решаете вы. Вам показывается это неприятно, но вы решили когда-то выбрать, лишний вес, как в позапрещении своих проблем. как это может быть не грустно звучит, но это я боюсь. вот в принципе какой аспект здесь. Дальше. Так. Хотел бы получить психологический взгляд со стороны на ситуацию. Нет ли каких-то опасений обратного эффекта от деятельности, которые я планирую. Опасения у кого, обратный эффект от чего. Понимаете, то есть это максимальный такой вот, как мне кажется, минимальный по ответственности, а вопрос с вашей стороны. Вот просто максимально, максимально заниженный. Вам же психологи свой ответ дадут. Не вы будете лучше себя узнавать, примерно. А психологи будут вам ответ давать и свое видение показывать. Вашей активности здесь не будет. И это грустно. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что вы не совсем корректно ставите свой вопрос. Я бы сказал, что вопрос ваш, он, на мой взгляд, звучит тоже немножко по-другому. Я бы сказал, что вопрос ваш, он должен, а вот конструктивнее, да, если бы ваш вопрос звучал, вот. Хочу лучше, там, к примеру, понять себя, да, в том, что я делаю сейчас. Вот это было бы, да, да, это было бы куда лучше, чем вот то, как сейчас вы к этому относитесь. Вот. А если вы не согласитесь, с точки зрения, со взглядом со стороны. А если этих взглядов со стороны будет много, например, да, вот, ну просто будет много взглядов со стороны. И они будут разными самыми. Вот. Что тогда? Как вот тогда действовать? Да? То есть вот эти все вопросы. И вот по сути, как мне кажется, вы рискуете остаться, ну вот, один на один с этими вопросами. Вот. И очень сложно будет вам в таком случае. Если только у вас уже нет ответа на ваши вопросы, и вы не ищете просто подкрепления, разрешения сделать так, как вы хотите. Вот. Ну а тогда просто мнение у кого-то из специалитов, вы просто выделите, вот, а на все остальное просто, ну, не выделите внимание. Ну ладно. Вот. Мне кажется, что вряд ли это было бы, ну, справедливо. Вот. Мне кажется, вряд ли это было бы, честно. По отношению к людям, которые, вот, ну, работают, да, ну, вот, по отношению к людям, которые дают вам свои обратные связи. Вот. Я думаю, так. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. С точки зрения психологии, психотерапии, моих ценностей, которые у меня есть, и с точки зрения того, как я это совершил. Решать? Решать. Конечно, вам. Примят решение только вам, никому больше. Я могу надеяться, что решение вы примете максимально. Корректное, ну вот, максимально подходящее для вас, и будете счастливы. Ну, как бы, мне кажется, что для этого вам нужно поисследовать, да, мне кажется, для этого вам нужно поработать немножко над, ну, над пониманием себя. Вот. Потому что сейчас, вероятно, вы себя не очень хорошо понимаете, и не осознаёте, где находятся проблемы ваши. Я ни в коем случае вас кто-то не критикую, да, вы не подумайте ничего плохого, пожалуйста. Вот. Я думаю, наоборот, вы большая молодец, что обратились, значит, к нам. Вот. Я думаю, что вы большая молодец, что решили ее попросить помощи. Вот. Ну, просто хочется вас немножко направить. Направить. Направить немного, вот. Не в сторону работы какой-то, да. Вот. Не в сторону того же, как вот, ну, как вы это преподносите сейчас. Что вот. Мне бы только вот, ну, как-то понять себя и все. Вот. А именно, хотелось бы набрать вас, вот, 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 именно в сторону, ну, лучшего понимания себя, лучшего понимания своих ценностей. Вот. И чтобы из этого вы уже делали какие-то выводы, чтобы уже к этому вы стремились. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать. На этом все. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой, как я надеюсь. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи в решении всех ваших трудностей и проблем. Вот. Творческих успехов, карьерных успехов. Вот. И всего-всего самого вам доброго. Будем на связи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова